Приветствую всех! С вами, как всегда, Александр Митягин. И сегодня мы в БРЗ, в Пабе Маклауд, пришли сюда, чтобы взять интервью у группы «Ананас». Ну, довольно известная команда среди ценителей русского рока и не только. То есть я этих ребят знаю уже на протяжении, наверное, лет двенадцати. То есть еще когда я заканчивал училище, я уже познакомился с их творчеством и в принципе оно меня зацепило. Довольно интересные андеграундные ребята. Игорь Негода Камченко Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, это было до 2000-х. Группа образовалась в одном из маленьких дворов города Закамска Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И подумали, что у них что-то получится. Что получилось или не получилось, это уже смотреть вам. Ну, понятно. Вообще, я думал, что вы откуда-то из Березняков была такая легенда. Кто-то у нас в наших неформальных кругах ходил. Может, просто у вас в Березняках тоже была какая-то группа у нас? Может быть, которая где-то где-то репетировала в 40-м училище. Вот. Поэтому я почему-то так думал, что откуда-то отсюда. Понятно. У вас какие-то вообще альбомы будут новые? Что-то предвидится? Да, конечно. Мы периодически работаем над новым материалом. То есть, последние годы мы больше сосредоточены на кавер, так скажем так, индустрии. Но, тем не менее, свою авторскую... Ну, понятно. Зарабатывать как-то надо. Нет, дело не в зарабатывании. То есть, речь не идет о том, что там нам нечего есть, и мы вот такие бедные несчастные индустанты поем крали-гали только потому, что нечем платить за коммунальные услуги. Дело не в этом совсем. Дело в том, что кавер-индустрия – это тоже на самом деле такое забавное, интересное, скажем так, увлекательное событие, в котором варятся очень многие бывшие рокеры. И мы, в общем-то, не исключением. И на самом деле, на данный момент могу сказать, что эта индустрия развита куда более сильно, нежели там рок-индустрия. Нежели авторское творчество, да. Условно говоря, 15 или 20 лет назад. Новый материал мы делаем. Скоро вот приступим к вокалу новой песни. Песня выйдет, ну, дай бог, если все хорошо, то в октябре. Будем издавать ее на лейбле, будем издавать сразу на всяких разных... В площадках. Ну, такая интересная композиция, в которой много всего намешано. Там у нас будет присутствовать живая виолончель. Ну, то есть, серьезно что-то готовить. Может быть, даже будет женский вокал, пока не знаем. То есть, мы не дошли до припева, сейчас пропоем все и посмотрим. То есть, стилистически там не исключен женский вокал, но как пойдет. Сами какую музыку предпочитаете, что вдохновляет? Ну, мне кажется, что дойдя до определенного возраста, уже дальше пофигу какую музыку. Зачастую люди со временем начинают слушать музыку, которую слушали там 20 лет назад. Я очень много всякой разной музыки слушаю, но как бы на уровне фона. То есть, она давным-давно уже не вдохновляет. Вдохновляют зачастую просто какие-то классные концерты. Вот это вдохновляет. С утра совсем немного времени, тут буквально осталось. Я бы хотел попросить вас сделать вот мне, пожалуйста, такой вот автограф. Это вот такая вот книжка у меня памятная есть. Я думаю, что начну с нее что-то коллекционировать. Может и написать Александру Митягину. Вот там что-то такое. Такое вот короткое небольшое интервью. Ничего не приняло. На нашей области довольно известная команда. Так что всем подписка, лайк на канал. Буду стараться делать что-то вообще такое интересное. Не только из мира радиокалиганства. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok